Здравствуйте, Андрей Широков, клуб Эфиропородоцелитель. Поступил вопрос по поводу ягод. Благодарю, Андрей. Мне всегда было интересно узнать про ягоду смородина. Про нее говорят, что в ней много витамина С. Стоп. Какая разница, сколько витамина С в каких-то там ягодах? Вы считаете, что без ягод и вообще без потребления каких-то субстратов с витамином С, витамин С обязательно у человека будет отсутствовать? Ну, я приведу вам себя в пример. Я практически не ел ничего живого, а там никакого витамина С нету. К тому же, ну, витамин С, который вырабатывает моя микробиота, я считаю, что это вибрационно мне близкий витамин, который вот как бы правильный, да? И не думаю, что, например, там как в какой-нибудь аскорбинке витамин С, который именно встраивается в мой метаболизм. Другое дело, что он, скорее всего, способствует тому, что микробиота в усиленном как бы режиме начинает выдавать тот же там витамин С. Но вернусь к тому, что я практически не ел ничего живого годами, и при этом, ну, у меня не было выраженного витаминоза, витамина С. И я знаю людей, которые тоже не едят ничего живое, и там все только мертвое, и там никаких витаминов нету, и при этом, ну, у некоторых все равно микробиота умудряется работать. Поэтому я не понимаю эту погоню. То есть, если вам нравится смородина, ешьте ее, как бы, ну, вот опять попытаться, пытаться есть что-то ради чего-то, да, это очень страшная установка, которой мы все страдали, да, ввиду видспитания, программ, и это ужасно. То есть, приходится многим из-за этого и приходится, как бы, обманывать себя, искажать пищу, как-то делать какие-то привкусанты, что-то смешивать, просто чтобы протолкнуть в себя якобы что-то полезное, ради там железа, например. И, ну, просто так гречу и ради железа есть никто не хочет, она невкусная, и начинается, там, мы ее сварим, посолим и так далее. Вот чтобы у вас не было такого с ягодами, просто наслаждайтесь. Она такая кислая, что не захочешь этого витамина. Ну, возможно, что у вас все нормально с витамином, и поэтому, как бы, вы сами решайте, правда ли, что она так полезна, как про нее говорят. Ну, она полезна для насыщения ваших вкусов. Там есть какие-то минералы. Она там, возможно, ну, дает какие-то, скажем так, ну, прежде всего, повторюсь, что это вода и элементы. Вот то, что большинству на стадии, скажем так, очищения или еще недочистившись, недовосстановившись, это нужно. Все остальное, надобность в чем-то, она совершенно надуманна. То есть можно ягодами провоцировать очищение, можно наслаждать вкусы, но никакого отношения к компенсации чего-то оно не имеет. Я раньше тоже еще думал, что вот фруктами надо пополнять витамины, и рамкой подбирал, что вот человеку нужно там выпить срочно два граната. Вот. А то, что эти два граната устроят ему такую чистку, что у него будет еще больше витаминов, потому что он не выдерживает вибрации очищения, это я как-то не учитывал. Сейчас я больше таких глупостей не делаю, да. Я восполняем мы водную фазу, минеральную, и работаем уже по восстановлению микробиоты, чтобы она давала нам кучу-кучу всех там витамин и витаминоподобных веществ. Поэтому с ягодами отпустите эту тему, просто наслаждайтесь, ешьте то, что вам приятно, то, что тело реально хочет в нативном, неизмененном, живом виде. Андрей Широков, Клуб Эфри Продукт.